А также расскажу, как конкретно тебе взять, посадить такие же цветы и начать зарабатывать. Я приезжаю и говорю, ребят, держите, попробуйте. У нас появились пищевые цветы. Всем привет! Меня зовут Тихон, и я занимаюсь выращиванием пищевых цветов для продажи их ресторанам. Рестораны покупают их для украшения блюд, украшают блюда, а я в свою очередь зарабатываю денежки. Ну и также у меня началось все с фермы микрозелени, микрозелень, горушки, пищевые цветочки. Сейчас еще даже там всякие бэйби овощи появляются. О чем сегодня будет ролик? Сегодня будет ролик о том, как правильно хранить цветы, как правильно их срезать, как правильно их упаковывать для продажи ресторанам, чтобы рестораны их покупали. Потому что самая главная проблема в том, что кто-то не умеет хранить, кто-то неправильно срезает, кто-то не объясняет ресторанам, как правильно хранить цветы. И поэтому рестораны часто отказываются от такого продукта, на котором мы можем очень-очень неплохо зарабатывать. Если мы сможем показать ресторану, как легко его хранить, то они у нас его будут покупать, а следовательно у нас будет хорошая маржинальность. А также расскажу, как конкретно тебе взять, посадить такие же цветы и начать зарабатывать. Почему необходимо уметь хранить цветы? Зачем это нужно? Потому что, в принципе, да, как бы кажется, ну, срезал, отдал, нет, какая разница, я отдал, деньги получил. Но не все так просто, нам нужно быть хитрее, мы бизнесмены. Почему нужно уметь самому хранить цветы и объяснять ресторану? Если ты отдал цветы в ресторан, цветы у них хранятся один день, и они их выкидывают. Купили они у тебя 100 цветов, успели использовать оттуда 10 штук. Они потеряли деньги. Это неинтересно им, следовательно, они не будут покупать у нас больше цветов, и поэтому это неинтересно нам. Поэтому мы учимся сами хранить цветы, после чего объясняем шеф-поварам в ресторанах, как их правильно хранить, чтобы они максимально долго хранились. Поэтому в наших интересах, чтобы хранились цветы в ресторанах подольше, чтобы ресторанам нравились эти цветочки, им было удобно с ними работать, они могли в любой момент достать из холодильника, использовать, убрать обратно, и хранить их там, ну, хотя бы неделю. Вот именно поэтому нам нужно знать, как их правильно хранить, и как нам сделать так, чтобы они хранились максимально долго, или чтобы они хранились, чтобы хранилось много. То есть, ну, есть разные технологии хранения, которые я вам сейчас покажу. Как храню цветочки я? Ну, вообще, я их не храню. Когда у меня поступают заказы на цветы, да, у меня есть определенный день доставки, с вечера, чтобы, поскольку срезать цветы не очень быстро, мы делаем как? С вечера срываем цветочки и укладываем их вот в такие коробочки, убираем в холодильник. Вот. Вообще, лучше всего, конечно, отдавать цветы конкретно. Сорвал и убрал. Но, когда они у меня лежат в холодильнике, это позволяет саккумулировать в цветах немножко прохлады. И пока они едут час, два, три, они не успевают нагреться и завять. То есть, если вы везете летом по жаре, лучше всего, после того, как срезали, пару часов подержать их в холодильнике. Это будет лучше, они тогда легче доедут. Главное, их тоже не переморозить. Также, если вы доставляете зимой, то вам нельзя очень долго с ними идти на улицу. Ну, как очень долго. Больше минуты не надо. Полминуты можно, но все равно они, конечно, очень быстро, они очень тоненькие, очень мелкие, очень нежные. Они очень сильно подвержены любым температурным изменениям. И если вдруг на улице минус, то они очень быстро замерзнут. Если вдруг на улице лютая жара, то они очень быстро завянут. Показываю, как храню я и расскажу, как еще можно хранить. У меня есть вот такие коробочки. К этим коробочкам есть крышечки. Крышечки у нас вот такие. Как я, собственно говоря, храню? Я беру эту коробочку. Эта коробочка не написана. Короче, это пищевой пластик безопасный, в котором доставки отправляют в салатики и так далее. Вот, cold slow какой-нибудь, типа того. Пищевой пластик, 500 мл. Можно брать вообще любой. Сейчас у меня такие, до этого были другие. До этого были еще другие. Останавливался на этих, потому что плюс-минус мне получается выгодно их брать. Можно еще дешевле брать. Вообще хочу уйти от пласти. Ну что это? Как снимать видеоролик? У меня умер кондиционер. Прикольно. Вот она, веселуха на ферме. Обожаю! Как же круто, блин! Кондиционер, ты что, тупой? Зачем ты погибаешь во время того, когда погибать не надо? Мне как бы и так хватает проблем. И без тебя, дружище. Ой, брат, у меня нету лишних 20 тысяч. А вообще планирую полностью уйти с пластика и использовать бумажную упаковку для того, чтобы не засорять окружающую среду. И запаковывать будет картонная коробочка пищевая, которая будет влагостойкая с картонной крышечкой, чтобы была обязательно пищевая. Я беру баночку, беру красивую салфеточку. У меня это красная. Кладу вот сюда на дно. Смачиваю водичкой, она укладывается ровно на дно. И потом сюда накладываю цветы. Цветов сюда у меня помещается 100 штук. В зависимости от того, насколько они крупные. Если там идет меньше штук, тоже кладу там 30-40-50 штук. Тоже запаковываю в такую же коробочку. Что выходит по деньгам? Салфетка полрубля. Боксик с крышечкой выходит 11 рублей. Мне довольно-таки выгодно выходит. С тем учетом, что у меня коробочка такая с цветочками стоит 1000 рублей. 11 рублей 12 потратить на упаковку. Упаковку я считаю, что это приемлемо. Также крышечка, как я делаю. Я, получается, беру вот эту крышечку, которая сверху, и в ней проделываю отверткой отверстие. Либо сверлом прям просто рукой. Хряк. И все, и отверстие в крышечке есть. Маленькое отверстие, миллиметра два, наверное, для того, чтобы лишний конденсат выходил, чтобы оно там не прело. Потому что это нужно. Если просто закроем плотно, то оно там будет преть, быстрее загниет. Чуть-чуть небольшая вентиляция должна быть. Также еще один способ хранения. Это вы можете брать обычные боксики, в которых выращиваем микрозелень. Туда укладывать на дно ровно салфеточки. Их смачивать. И цветочки выкладывать. Сейчас покажу. И вот вы берете цветочек, оторвали его, и у вас вот здесь вот остается, вот он, которым как раз таки вы его отрывали от растения. Я не знаю, как это называется. Вы берете и на мокрую салфеточку укладываете нижней частью на салфетку. Тогда храниться будет сильно дольше. Вот таким образом хранили кондитер, тетя, хранила месяц цветы вот таким образом. То есть, и отлично хранились у нее. Через месяц, он сказал, вообще с ними ничего не произошло. Все отлично. Единственное, что там надо было проверять, да, насколько влажная салфетка. Но таким образом вы можете хранить только, да, сколько у вас поместится на салфетку, столько вы можете, да, у вас запаковать. Так, естественно, храниться будет сильно дольше. Таким образом можно хранить любые цветы, и они будут храниться сильно-сильно дольше. Вот. Если вам нужно быстро и отправлять много, и чтобы оно хранилось хотя бы неделю, то просто кладете салфетку, смачиваете водой, в крышечке делаете отверстие 2 мм, и сюда накидываете цветов столько, сколько вам нужно. Это объем 500 мл баночка. Так, а сейчас давайте покажу вам 2 баночки цветов, которые как раз-таки были запакованы по такой технологии, и хранились у меня в холодильнике 12 дней. 12 дней они у меня хранились. Я уже сейчас вижу, что чувствуют они себя не очень. Но давайте посмотрим, что тут получилось-то, собственно говоря. Насколько они себя не очень чувствуют. А видно, что вот здесь что-то прям совсем они это завяли. Но не заплесневели, просто завяли. Просто завяли. Хотя остались живенькие. Вот раз, вот два живенький. Есть прям какие-то прям вообще свежачок. Большая часть, конечно, живых цветов. То есть вот я достаю большая часть живых цветов, но, естественно, где-то половину из этих 100... Как это та большая часть? 50 на 50 получается. Да, ну примерно так. Примерно 50 на 50 здесь цветов хороших и цветов, которые испортились. И давайте я прям вот так их высыплю. Вот. Тут у меня салфетка почему-то съехала. Это чей-то был косяк. Тоже это важно, чтобы она была по всей площади. Это я даже знаю, чей косяк. И тот, кто знает, чей этот косяк, отпишите в комментариях. Зачем так это? Салфетку положили. Но вот они цветочки. Ну, из-за этого, из-за того, что салфетка лежала не очень правильно, тоже время хранения уменьшилось. Вот. У меня максимум хранились цветы две недели. 14 дней они хранились вообще без каких-либо проблем. Здесь видно, что технология чуть-чуть была нарушена из-за того, что салфетка лежала неправильно. Не на всю площадь бокса. Из-за этого по хранению, конечно, получилось похуже. Но цветочков здесь прям много хороших. Но много и вот, которые уже начали вять, закручивать лист. Есть такие, которые прям вообще уже в треху превратились. Но плесени нет. Плесени нет, они просто высохли. Это плюс. Если бы мы не сделали дырочку. Вот она дырочка. Вот здесь в крышечке. Прям маленькая, 2-3 миллиметра. А если бы мы эту дырочку не сделали, то здесь была бы плесень. Вот. Точно так же здесь вторая коробочка. Видно, что вот здесь с краешку все хорошо. А здесь завяли. Почему здесь завяли? Интересно. Потому что там просто лежали другие. Вот в этом даже боксики чуть получше дела обстоят. Потому что здесь получше лежит салфетка. Поровнее, пограмотнее. Тоже эту салфетку не нужно. Перемачивать водой. Ее не надо. Короче, примерно вот такой результат. Эти цветы мне не жалко. Они пойдут на мусорку. Мы просто брали и срывали побольше. То есть собирали там, да, с вечера. Перед днем разложив. Собирали там 10 этих коробочек цветов. А забирали, например, 8. То есть покупали 8 коробочек. Мы заранее заготавливали побольше. Мало ли, вдруг купят. Они лежат. Вот. Поэтому вот эти цветы сейчас отправятся. На мусорку. Теперь я вам показал, как хранить цветы. Как хранить пищевые цветочки. Вы знаете. И можете их удобно для вас продавать. И рекомендовать шеф-поварам. Вот. Выгодно ли заниматься цветами? Ну, честно говоря, охренеть, как выгодно. Потому что вы один раз вы сажаете цветы. Посадили через 2 месяца, они у вас начали цвести. Цветут они еще 2-4 месяца. В зависимости от того, какие условия. Вы на протяжении 2-4 месяцев собираете постоянно оттуда цветы и режете. Одна семечка стоит 10 рублей. Вот здесь наверняка будет ссылка на поставщика, где я покупал профессиональные семена пищевых цветов. Вот здесь будет ссылка. Семечка стоит 10 рублей. 70 кустов. Почему 70? Да, 70 кустов. У меня работает целая полка. Там примерно 70 кустов. Даже чуть больше. 76, по-моему. 70 кустов вам обойдется по себестоимости 700 рублей. Плюс еще какое-то питание, расходники. Чуть-чуть кубиков ваты. Возьмем 1000 рублей. Вам обойдется целый поддон на стеллаже. Больше, чем этот стол. Целый поддон цветов, которые будут у вас свести, расти и пахнуть. И вы их будете срезать. После чего вы через 2 месяца, когда они выросли из семечки в зрелое растение, вы начинаете срывать цветы. И один цветочек стоит не менее 10 рублей. Меньше 10 рублей вообще продавать их не нужно. Потому что... Потому что не нужно. Зачем, если они отлично продаются и за 15 рублей, и за 20 рублей. Вопрос просто, да, где вы находитесь. Если находитесь в Москве, смело продавайте по 15, по 20. Если находитесь где-то далеко, да, если ресторан какой-то недорогой, то можно там 10, 12, 13, типа так. Сколько оттуда можно сорвать цветов? До хрена! Реально до хрена! Потому что они у вас цветут на стеллаже 2-4 месяца. За 2-4 месяца можно сорвать очень много цветов. То есть с одной этой полочки вы можете собрать, если грамотно правильно вырастить цветы, разогнать их. Вы можете оттуда сорвать, ну, наверное, каждую неделю вы можете по 1000 цветов оттуда точно сорвать. А 1000 цветов, умножаем на 10, это 10 тысяч рублей в неделю. Потому что 10 рублей минимальная цена цветка, и главная проблема – это найти, кому продать. Ну, для меня это не проблема, в принципе, у меня это получается неплохо, потому что я работаю с ресторанами, я им поставляю микрозелень, я им привожу то-то-то-то-то, а я приезжаю и говорю, ребят, держите, попробуйте. У нас появились пищевые цветы. И есть рестораны, которые вообще просто просили, давай нам только пищевые цветы, нам очень нужно, когда появятся. Я им возил микрозелень, и они, ну, когда будут пищевые цветы, давай, давай, давай. Давай, мы хотим пищевые цветы, принеси нам пищевых цветочков. Вот, и когда они появились, они сразу, все, нам сразу, 4 пачки сюда, 4 пачки сюда. Отлично берут, отлично разбирают. Есть даже рестораны, которые ушли полностью с микрозелени и начали брать только пищевые цветы, ну, а на пищевых цветах маржинальность намного интереснее, намного выгоднее. И конкуренции с пищевыми цветами намного-намного меньше. Если вы сможете поставлять пищевые цветы ресторанам постоянно, то есть бесперебойно, чтобы они у вас всегда были, а это реализовать в реалиях какой-то, да, одной небольшой фермы вполне возможно. Даже вот на одном стеллаже, который там полквадратного метра занимает, вполне реально обслуживать рестораны полмиллионного города, то есть население полмиллиона, вполне можно обслуживать цветами с одного стеллажа к полквадратного метра. Потому что цветет многое, цветет быстро, если отточить технологию. Ну, а технологию вы можете найти у меня на канале, уже давным-давно все снял, либо вот здесь появится подсказка, по которой вы можете посмотреть, как я начинал выращивать пищевые цветы. И очень скоро тоже выпущу ролики о том, как вырастить пищевые цветочки у себя на стеллаже, грамотно, правильно, как это делаю я. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам стало интересно, как заработать на пищевых цветах, на микрозелени, на бэйби-листах, на бэйби-овощах, и вообще, в принципе, строить свой бизнес, то нажмите кнопку подписаться и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Очень скоро будет еще больше полезного и классного контента, а также у меня уже на канале есть очень много полезного и классного контента, который вы можете пройти и посмотреть, и стать бизнесменом или бизнесвуменом. Да. Всем пока.